Добрый день, дорогие друзья! Я Олег Саидов, Сергей Раб. Мы сегодня хотим показать вам небольшое упражнение «Работа у канатов». Почему мы с Сергеем? Потому что он будет показывать, он работал в ближней-средней дистанции, я работал в дальней дистанции, поэтому это два разных стиля и разные приемы. Вы себе возьмете на вооружение какие-то приемы, будете их отрабатывать и станете настоящими мастерами. Что нужно знать, к чему надо стремиться у борьбы у канатов? Но 100% надо стараться поменьше оставаться у канатов. Это первое. Второе. Раз уж вы остались у канатов, если вы оказались у канатов, ни в коем случае фронтально не ложиться, потому что вас будут здесь сминать и те удары, которые вот в данной ситуации вы будете, ваш соперник будет более эффектно выглядеть. Потому что умение работать именно у канатов, не пропуская удары, это, ну, надо быть настоящим мастером, надо быть очень хитрым, надо знать, что делать. Потому что... А, первое. Не оставаться у канатов. Если вы остались, постараться уйти, то есть самый простой уход это показал в одну сторону, ушел вправо. Только это надо быстро делать одно движение, буквально одно сюда движение, потому что соперник реагирует именно на первое движение. Все. Сюда. Сюда. То есть, если соперник идет прямо на вас, показали сюда движение, и сюда уходите с выкидом руки. Сюда показали с выходом, с выкидом руки. Он, наверное, нарвется, соперник. Ну, либо, либо в закрытой хрустойке на встречу сопернику. На встречу сопернику постараться его развернуть и отработать. Либо постараться в эту сторону развернуть, отработать. То есть, задача ваша не оставаться, а все-таки выходить, выводить центр ринга. Потому что тот боксер, который находится в центре ринга, он тратит меньше энергии, чем тот, который работает. Это, пожалуй, самое главное. То, что у канатов теряешь, во-первых, в два раза больше силы. В-третьих, в советском любительском боксе канатов избегали не просто так. Потому что любое, особенно когда тебя прижимают, даже на короткое время к канату, то есть, малейшее движение я уже замедляю здесь. Если будет давление на меня создаваться, то я не смогу просто защититься, мне не хватит скорости. Вот в этих вот моментах. Потом, что еще нельзя делать у каната? Это ни в коем случае заваливаться на канат без опоры. Если вы уже во фронтальном положении, вас загнали вот в это вот положение, то есть, все, вас уже влепили. У вас одна нога должна быть за канатом. Здесь очень много таких, ну, как бы, хитрых вещей, когда особенно вбивают вас в канат и прижимают в канаты, чтобы можно было скинуть себя от соперника. Канат просто натягиваешь, но это тоже трата сил. Даже вот, когда ты канат начинаешь тянуть, и потом через резкое движение плечом, либо влево, либо вправо, ты как бы можешь использовать силу каната. В советское время нельзя было использовать канаты как для разгонной части. То есть, вот такую часть нельзя было делать. Вот сейчас, по-моему, я не видел, чтобы делали замечание, если человек на канаты облокачивается. Нет, одно дело, когда ты облокачиваешься, тебя вбили в канат, у тебя здесь вынужденная ситуация. Другое дело, вот ты начинаешь меня поддавливать, да, я беру и разгоняю. То есть, ну, как использую, как тетиву для лука. Такое я не видел, чтобы у нас делали. Они запрещенную обувь. Да, но в некоторых, как бы, клубах, ну, на периферии, скажем так, вот у нас на Сахалине так делали. У нас на Сахалине разгоняли. Сергей, Сахалин там родился, вырос, да? Да. Вот, а я 9 лет жил на Сахалине, поэтому вспоминаем. Сахалину привет. Сахалин, привет. Мое почтение, уважение. Самара привет, Калининград привет. Ну, конечно, всем подписчикам, кто смотрит. Теперь, к чему надо стремиться, когда вы находитесь у канатов. Потому что в любительском боксе очень мало было стратегии, вот именно действия, ну, как борьба у канатов. То есть, с какую сторону. Отмечалось только две основные формы, которые принимались. То есть, это первая форма сайдстепами, когда вы уходили. То есть, тянули его на себя и через сайдстеп уже, ну, или через какую-то, видимую часть, да, там, старались на сторону уйти с ударом. Ну, и все встречные формы. То есть, когда на тебя соперник идет, да, и ты уже в одну сторону, в другую выкладываешь. Разными вариантами можешь сложить и в корпус. И раз, раз, раз. Когда давит, вот он подходит, да. И все, и на сторону. За него и пробивает, да. Теперь, что нужно делать, чтобы научиться пользоваться грамотно канатом? Во-первых, нужно поставить просто атомную защиту. То есть, такую защиту, которая очень хорошо связана с ударом. Такая защита, это защита руками и защита телом. Если с точки зрения маневра брать, то это уже к тебе. Это защита ногами. Ну, да. Это быстрые, хорошие ноги. Моя работа – это работа ногами. А вот работа средней и ближней дистанции – это уже сильнее. Это как раз, да. Все вот эти вот, как говорят, вещи. Первые самые вещи – это вот как раз для новичков. Это адаптации по корпусу. Попадай, попадай. О, хорошо. Раз, два. Вон, попробуй попасть. А, видишь, уже залипаешь. Вот здесь уже, видите, пошло уже давление потихоньку. Вот этим и интересен бокс. Ты не останавливаешься, но достигну там. Пытаешься уже давить. Поехали. Грязная такая штука. Знаешь, что после вот этого приема делают? Давай еще раз. Вот ты поймал его и отвечаешь. Его не видно удар. Его не посчитают. Да, его не видно. Его не посчитают. Болезнь. Просто в олимпийском боксе я привык делать то, что считают судьи. Поэтому вблизи, ну, часто, когда вблизи идет обмен ударами, тратится много сил, но за это мало дают очков судьи. Поэтому я старался на это не тратить сил. И моя работа, она заключалась в том, что я вблизи отдыхал. Подойду близко. То есть я держать не держу, встану близко. Ну, напряжение уже создается. И в этот момент я отдыхаю. Отдыхаю, но когда разрыв произошел, снова на ногах очень внимательно, очень внимательно дальние дистанции работают. Вот здесь сейчас я начинаю уже давить на канат, чтобы максимально убрать тело от удара. Делается просто. Вот, начинаю давить. Хорошо. Вот здесь первые формы собираются сайдстепа на корпусе. Здесь небольшая просто оттяжка, не полноценный сайдстеп, а такой микро. Ага, поехали. Вот. И раз, раз. Чуть-чуть делается отбив, уже готовится удар. Раз, раз, раз. Хорошо. Хорошо. Ого, походай. Хорошо. Ну, видишь, отвлечение. Супер. Хорошо. Ого. Стоп. Вот такие вот вещи, они должны делаться, чтобы спортсмен все вот эти вот ощущения решал на тренировке. Активные, да? Да. Что можно, что нельзя, что получается, что не получается. Делается только для того, чтобы для спортсмена, для данного спортсмена, отсечь лишнее, чтобы он не делал лишнего. Но для этого на тренировке ребята должны работать на доверии один. Абсолютно. Работает на другого. Приближенная обстановка боевая. Но не желает нокаутировать и так далее. А потом смена, потом второй. Здесь, как игра. Работает на мастерство, да. Они на доверии, но в то же время очень приближенное к бою. Чтобы это не было там, ну, отбывание номера. Потому что это такая работа, она вредит, на мой взгляд. Вы будете в ринг, вас будут бить. Давай, давай. А вы будете не готовы к этому. А надо, чтобы вы были готовы. Для этого еще раз говорю. Должен быть хороший соперник, который приближенная обстановка, но в тот же момент он не хочет вас нокаутировать и так далее. Он хочет, чтобы вы, ну, хорошо защищались, не пропускали удар. Да. Сейчас давай на голову. Смотри. Первый удар просто обозначь, чтобы я видел, где у тебя закончится удар. Вот. Видишь, у тебя как у боксера уже поправка делается. Это вот как бы, стой, 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 стой. Сейчас я поясню. Это вот тоже, когда пневмогрушу бьешь на оттяжках. Да, 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 да. Да, и она во все стороны у тебя отлетает, и ты начинаешь, мозг уже считывает, что человек пошел сюда, да, он уже будет здесь. И рука уже сама поправку делает. Ага. Хорошо. Раз прошли. Раз вышел. Раз в ноги. Раз. А он нормально, нормально. Уп. 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 Здесь, в этот момент, когда вот так человек крутится, в него тяжело попасть. И чтобы не тратить сил, но я как делал, просто вот руки ближе, вот куча, куча. Вот здесь он, ну, не увернется, вот куча. Вот небольших, быстреньких. Да, но спасение, судьи их посчитают. Ну, может быть, эффект будет небольшой, но судьи посчитают, и уже хорошо. Спасение от этого тоже есть. Когда вот так вот начинают прилипать, просто уходят вниз и на сторону. Нет. Это, это, вот эта серия нужна только в тот момент, когда человек... Да, когда вот уже прилипает. Вот он, да, вот оттянулся. Да, да, да. Вот только в этот момент. Несколько серий. И... Это когда уже на канату. Да, да, да. Кладут на канату. Если соперник лучше ближний-средний, необходимо либо совсем далеко, где, не его, где ты достаешь, либо слишком близко. Уже... То есть, когда уже прилип... Да. Прилип, прилип, прилип. Если ты остаешься вот, остаешься в его позиции, начинаешь проигрывать. Остаешься... Сохраняешь за счет ног свою дистанцию, все будет нормально. Смотрите, то есть, медленно, спокойно начинаем так, чтобы у боксера срабатывала защита. Ну, потихонечку отбиваешь. Вот это и есть вот такие боксерские игры. Раз, раскидал. Раз, и прижал руку. Молодец, хорошо. Видишь, тут уже не обойдешь. Да, да. Поэтому, говорю, руки пока лучше не убирать. И вот, видишь, ты сейчас... Смотри, что сделал. Невольно, невольно, но перешел вот в эту вот позицию. Да, для ухода. Да, для ухода. Тут маневр не сделан. Для того, чтобы отталкнуть, либо уйти. Было только вот так, да. Потому что, если чуть-чуть ногу развернешь, тебя уже понесет либо сюда выворачиваться, либо сюда выворачиваться. Это да. То есть, такой обвод. Корпус. О, спина. Еще не встал. Видишь, ты наперед читаешь, потому что, знаешь, движение знаешь. Ты уже зашел в мою дистанцию, я уже начинаю действовать. Да. Поэтому, заходить надо в эту дистанцию, уже защита. Да. Чтобы ты зашел в мою дистанцию, это надо тебе быстро. А тогда? Тогда у меня встречка с уходом. Да. Стречка с уходом тоже. Рыз. Рыз. О, к середине. Рыз. 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 И опять корпус. Рыз. 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 Вон. Опа, опа, опа. Сбил. Только ты хотел. Раз. Я хоп к тебе. Раз, два. 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 Еще раз. Раз, два. Раз, два. Далеко слишком. Видишь, ты далеко стоишь. Да, да. Раз, два. Видишь, меня затягивают. Еще разок. Еще разок. Раз, два. 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 Ничего, ничего. Инстинкт удивительно сильный. Вот здесь я уже начинаю канат использовать. Ну да, но сейчас в данном случае не нужен. Наоборот, мне не хватает дистанции. Слишком вытягиваешь. То есть ты делаешь длинный удар и сразу оттягиваешься. Это примерно на целую руку мне не хватает дистанции. Поэтому я и беру канат вот в этой части. Натягиваю. Натягиваю канат, чтобы уже стартануть. Отсюда, да. Да, и достать. Ну вот тебе говорю, как по молодости в тебя достать невозможно было. Так и сейчас. Ничего не меняется. О, хорошо. Вот, скинул. Вот, раз скинул. И убежал. И убежал. Когда появилось большое, убежал. Так же, как только давление начинается, убежал, он уже убегает. Поэтому, когда вот очень хорошо, когда вот стойки меняются, вот как, вот таким вот образом. Тогда убежишь всегда. И вот на этой вот базе можно очень, как это говорят, финтить. Раз, два, три. Раз, два, три. Меняет центр тяжести. Раз, раз, раз. Да? Центр опоры. И все. И вот сюда. Раз и сразу сюда. Ты уже можешь здесь бить. Поехали. Раз. Ушел. Раз. Ушел. Раз. Ушел. Раз. Ушел. Ого. Ого. Хорошо. Ого. Вот здесь и надо скидывать уже. Раз, раз. 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 Я туда, ты туда. Парни, сейчас подведем итоги, что нужно делать и зачем нужно следить в работе у канатов. То есть, первое, у вас должно хорошо работать защита. Второй момент. Вы очень хорошо должны двигаться на ногах. Третий момент. Вы хорошо должны контролировать соперника с точки зрения удара. Ответного удара и встречного удара. Ну, также, как обязательный фактор, вот сайт-степ придумали как раз для того, чтобы боксер маневрировал у канатов. Самый основной момент все-таки это передвижение боксера. Потому что именно от передвижения боксера зависит успех развития атаки. Поэтому, парни, смотрите, пробуйте, внедряйте. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, что боксер должен быть маневренным. И маневрировать надо начинать с центра бокса. С центра ринга, да. И именно маневренно здесь уже начинать делать. Здесь уже, когда вы чувствуете канаты уже, вас поджали, то тут уже надо бежать. Это я говорю для тех, кто работает с центра ринга. Тут уже надо действовать уже. Бежать, действовать. Это показал в одну сторону, в другую. Показал сюда, ушел в другую. Уходишь сюда с выбросом вперед, сюда. Либо идешь к сопернику, перекрываясь на сближение. Развороты, вывороты, вталкивание и отстаивание центра ринга. Всем любви, добра. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok